Первый международный медико-биологический конгресс критических состояний проходил с 28 по 30 ноября в Москве. В отеле «Ренессанс Монарх» собрались мировые эксперты в области нейрореаниматологии, экстракорпоральных методов лечения, донорства органов и регенеративной медицины. Медицина критических состояний, являясь одной из наиболее активно развивающихся клинических специальностей, в последние десятилетия обрела множество перспективных медико-биологических технологий и инноваций, которые существенно расширяют возможность реаниматологии. Организаторы Конгресса построили концепцию мероприятия на комплексном рассмотрении таких проблемных тем, как эффективность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации при различных патологиях у взрослых и детей, а также осложнения при проведении этой процедуры. Отдельная секция была посвящена посмертному донорству органов и тканей человека в рамках школы трансплантационной координации Федерального медико-биологического агентства России. Первый международный медико-биологический конгресс критических состояний – совместное мероприятие Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна, Российского научного центра хирургии имени Петровского, а также НИИ нейрохирургии имени Бурденко при поддержке медико-биологического агентства.